Терракотовая армия Терракотовая армия Терракотовая армия Терракотовая армия Циньхуанди археологи не решаются до сих пор. Терракотовая армия, открытая в 1974 году, оказалась лишь малой частью этого грандиозного комплекса. По древней китайской традиции император собрался похоронить вместе с собой 4000 молодых воинов, однако советникам удалось убедить правителя не делать этого. Такой варварский шаг неизменно должен был вызвать бунт. Тогда-то и придумали вместо живых людей похоронить глиняные статуи. Правда, для надежности свету решили увеличить в два раза – 4000 пар, то есть 8000 воинов. Все они были обращены лицами на восток. Именно там находились царства, разгромленные великим тираном. Статуи были выполнены с ювелирной точностью и удивительным старанием. Невозможно найти ни одного одинакового лица. Они, кстати, отражают многонациональность срединной империи. Среди воинов встречаются не только китайцы, но и молгоны, монголы, уэруты, тибетцы и многие другие. Все детали одежды или прически строго соответствуют моде того времени. Обувь, доспехи воспроизведены с поразительной точностью. Готовые изваяния обжигались мастерами в огромных печах при температуре 1000 градусов. Затем лучшие художники раскрашивали их в естественные цвета. Слегка поблеклись краски, можно увидеть и сегодня при раскопках. В многие века грабители пытались найти сокровища в императорских гробницах. Некоторым эти попытки стоили жизни. Удивительно, но глиняные солдаты как могли охраняли дух своего правителя. Рассказывают, что среди раскопанных статуй был найден не один человеческий скелеп. Но вот парадокс. Сегодня даже глина, из которой сделаны стены, стала золотой. Один глиняный кирпич эпохи Циньшо-Хаанди стоит десятки тысяч долларов. Обладатель всего одного кирпича может обменять его, скажем, на приличный особняк в окрестностях Пекина. Впрочем, все это мелочи. Древние свитки содержат информацию о том, что вместе с божественным Циньем были похоронены несметные сокровища, которые до сих пор не найдены, в том числе и золотой тон первого императора. Цинь Шухуанди умел загадывать загадки. По одной из версий, на самом деле он похоронен в совсем другом месте, а это лишь декорация. Что ж, если это действительно так, то в масштабах истинного захоронения можно лишь догадываться.